Я обираю пыль случаях своих цветов, Русы мои цветы и топчу их корни. Разве не сумасшедший? Разве Чехов чайка? Но ведь Рыгорина репетирует Павлик Платонов. Ну и что? Я подумал, что вы могли бы репетировать с ним в очередь. Как? В очередь. Послушайте, Геннадий, как у вас? Максимович, это ваша роль? Нет. Это ваша, ваша, ваша роль, поверьте. А я повторяю, что это роль Павлика Платонова. Вы меня слышите? Я-то вас слышу. Мы снимались с Толей в нескольких фильмах, но не могу сказать, чтобы мы с ними были близкими друзьями. Скорее, хорошими знакомыми. Но общались много, часто, в течение длительного времени. Надо сказать, во все времена его жизни он выглядел одинаково. То есть какие-то перемены были, видимо. Он вообще был красавец, спортивный человек, легкий, не зануда. И вообще произвел впечатление удачливого, уверенного в себе человека. Хотя близкие ему люди знали и видели, что в нем сквозит какое-то неблагополучие постоянно, какой-то неуют. Дело, видимо, было в его личной жизни. Хотя нельзя сказать личной жизни. Личная жизнь у него была, и много было и жен, и романов. Но, видимо, той жизни, которую он хотел бы, все-таки не было. И все очень обрадовались. Все друзья и близкие ему люди. Когда, наконец, почти в конце жизни он женился. Женился на очень молоденькой девочке. Чуть ли не на его студентке. Родился ребенок. И, казалось бы, жизнь наладилась. Наконец, она стала такой, какой он хотел ее видеть. И тем оглушительней была весть о его дикой, нелепой, трагической гибели. Анатолий Ромашин. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот если бы я о нем писал статью, к примеру, я бы так и назвал. Светлая личность. Мы его звали Ромашкой. И за глаза, и в глаза. Он и был как Ромашка, как вот этот нежный, чистый цветок. И вот он был таким нежным, чистым человеком, с открытыми лепестками всей своей души. И вместе с тем был очень сильный человек. Вот физически сильный. У меня был образ Ромашин, у меня был связан с каким-то бессмертием. Вот он на моих глазах старел, мы все-таки около 17 лет друг друга знали. Он менялся там и так далее. Но энергия его, вот это его неистовство, оно оставалось. В этом Орленке мы были в тренажерном зале. Меня поразила его форма физическая. Он был восхитительный. И этот возраст совершенно не... Никоим образом не совмещается с этим человеком. С его молодостью души, с его задором, с его оптимизмом, с его удивительным умением радоваться жизни. Ну, он разный был. Хороший, плохой, добрый, недобрый, веселый, невеселый. Добрый и злой, и злой, и какой угодно. Мы с ним, надо было переводить, мы с ним очень серьезно ссорились. Очень серьезно. Ругались. Но, тем не менее, это только делает ему честь, что он не был однозначным человеком. Он был живым человеком. Разным, в разных обстоятельствах. И я его таким любил и люблю, и буду всегда любить. Отец был у меня простым рабочим. И я не вижу в этом ничего дурного. Мысль, это кому-то не нравится. Я могу уйти. Но только учтите, что вот это, это и это. Вообще все, что здесь пьете, едите, куплено на мои деньги. И живете вы, потому что жив. То есть я чумазый. Ведь вы же только умеете поучать, как жить, как веровать, как управлять народом. Сами-то вы живете. Сами-то веруете. Дело нужно уметь делать. Дело. А я чумазый. Я все могу. Я все могу. Пару лет назад возвращались из консерватории. Мы шли пешком, мимо театра. И он остановился и говорит, вот сфотографируй меня на фоне там афиши. Вот этой тумбы, на которой расклеены афиши. Все-таки я этому театру отдал очень много лет жизни. И для меня очень родной дом. У него замирало сердце. Он любил этот театр. И я в этом уверена просто. Мы все пришли в один день в одночасье в театр. Нас называли тогда несколько человек. Последний Охлопковский набор. Это было в мае 59-го года. Он принял сразу в театр несколько человек. Он принял Толю Ромашина, Сашу Лазареву, Эдика Марцевича, Светлана Мазери, Игоря Шувалова и меня. Я очень много играла вместе с Толей. И должна сказать, что, конечно, партнер он был замечательный. Во-первых, он был очень хулиганистый. Он был очень озорник большой. И он был такого взрывного темперамента. И с ним было все интересно. И нас связывали масса спектаклей. Беседа с Сократом. Я играла гитару Гарпи, а Толя Милета, поэта. Мы вместе играли и Проводы Белых ночей, и Аристократы. Я очень любила с ним играть бег. Мы очень часто играли или мужей, жену, или любовников каких-нибудь, или жениха с невестой. У нас было все время такие вот романтические отношения. Что это? Что это было, Сережа? За эти полтора года сны? Объясни мне, куда, зачем мы бежали? Ночи. Фонари на перроне, мешки. А потом зной. Я хочу опять на караванную. Я хочу опять увидеть снег. Я хочу все забыть. Как будто ничего не было. Ничего, ничего не было. Все мерещилось. Забудь, забудь. Пройдет месяц, мы доберемся, мы вернемся. И тогда пойдет снег. Так сложилась жизнь, что он же не жил с нами с пяти лет. Мы не жили вместе, у него была другая семья. Но, тем не менее, и видела я его только в театре в основном, то есть не на спектаклях, а просто приходила. Мы встречались за кулисами, и вся эта жизнь передо мной проходила. Но он очень много уделял мне времени, очень много, я это помню. И как-то делал он это, не знаю, так вот все это естественно происходило, без всякого вот какого-то такого напряжения. Я была у него дома, он много меня снимал, он очень здорово фотографировал, и вот у меня много фотографий, кстати сказать, вот сомнил не так много, как вот он меня фотографировал отдельно. Вот, просто портреты. Даже сам процесс фотографирования, он как-то все это обставлял, вот эти все софиты, все как-то вот, все как в кино. При всем он же был очень строгим отцом. Но никогда не было вот такого вот отношения. Я сказал, Пап, а мама жива? Видишь ли, Катя, она нас бросила. Ну, а что написала? Писала, что хочет увидеть тебя. Ну, а ты? Что я? Я не хотел. Почему? Я считал, что так будет лучше для тебя и для нас. Ты не имел права все решать один. Видишь ли, Катя, это смешно спрашивать о ребенке, которого сама же бросила. Мне казалось, я имею право. Наверное, жизнь это все-таки ответственность перед другими. Я отвечаю за тебя. Я не мог поступить иначе. у нас были такие разговоры, настолько искренние. Он мне говорил такие вещи, что, наверное, это можно сказать только самому близкому, не только человеку, а именно другу. Отец являлся таким настоящим другом, который мог мне и всегда не то, что подсказать что-то, но направить. Мы венчались в храме всех святых у отца Артемия, где потом, что ли, вот отпевали. Знаете, с одной стороны, это было красиво, а с другой стороны, я помню, что отец Артемий только получил этот приход, и там не было еще стекол, было холодно, это был март месяц, и мне пытались надеть пальто, и я говорю, ну как же я на собственной свадьбе буду в пальто. И отец Артемий говорил нам обо всей ответственности, какую мы на себя берем, потому что мы в ответе друг за друга. Мы не смотрели недавно кадры, Дима иногда просит покажи, когда я маленький, и я смотрю, что Толя просто весь светится. Потом все время повторяла, какое чудо, ну вы посмотрите, какое чудо. Он его обнимал, целовал. Они играли в норку какую-то, там, в солдатиков. Счастлив, безумно было. На дворе стоял 1977-й, счастливый год. Было мне тогда 17 лет, вся жизнь впереди. Одесская киностудия, май месяц, фильм, фотографии на стене по повести Анатолия Алексеевна о тем временем где-то. Я играю Сергея Емельянова, моего отца, играет Анатолий Владимирович Ромашин. Счастливые воспоминания, очень радостные и светлые. Не только потому, что мне было 17 лет, но еще и потому, что меня окружали замечательные люди. А и Анатолий Владимирович был первым моим отцом в кино. И, конечно, это забыть невозможно. Я помню, что он очень как-то действительно по-отцовски относился ко мне. очень тепло, бережно. И он же понимал, что я начинающий, что я, в общем, школьник. Только-только школу закончил. И, в общем, никакого опыта актерского у меня не было. Это была вторая работа в кино после розыгрыша. Скажи, пожалуйста, вот вы с мамой, ну, долго ты за ней ухаживал, что ли? А? Чего-чего? Это что ты вдруг? А? Перенимаю опыт отцов. А? Не рановато ли? Что, заприметил колонию, да? Ну, я серьезно. Серьезно. Я тебе скажу, что у нас было все серьезно. Ну, так скучно. Почему скучно? Здравствуйте. Мне жду это серьезно по намерениям и без всякого там шалопайства. В то время, ты знаешь, какой был институт позади война. Вы карабкавались из такой кутерьмы. А потом со здоровьем было, знаешь, не ахти. Ну, сейчас бы тебе этого не скажешь. Чего это у тебя? Всякий раз после картины, когда мы встречались, случайно встречались, ненарочно, на фестивалях, в Доме кино, просто на улице, он всегда приветствовал меня возгласом «Привет, сынуля!» Я всегда отвечал ему «Привет, папуля!» И все это было вот до того самого рокового. Лето, которая нас разлучила с этим замечательным человеком. Артист, конечно, он был, ну, вот, роскошный, старого закала. Будучи всегда молодым и очень молодым человеком, он, конечно, был вот из категории тех вот мхатовских стариков. Он создал незабываемые роли, ну, скажем, для меня Николай Александрович Романов, последний наш император, представляется только в образе Ромаши из фильма «Климова агония». Многих и очень знаменитых актеров я пробовал на эти роли, на эту роль, на царя. И неплохие были пробы. И Смуктуновского царства ему небесного пробовал, как ни странно, на эту роль. В общем, несколько человек серьезных проходило, и я чувствовал все равно вот это еще не то. И тогда мы вспомнили Ромашина, с которым я был знаком очень давно. Я еще в Абгике учился, хотя мне казалось, он не похож на царя. Были более похожие актеры, сделали грим, попробовали, вдруг я учуял, что этот человек несет в себе что-то такое, чего не сыграешь по роду. За минувший 1915 год в стачках участвовало более полумиллиона человек. Причем в 213 стачках подвигались требования политического характера. Какие именно? я слушаю. Позвольте говорить правду. Революции, Ваше Величество. Предощущение грядущего ужаса, какой-то катастрофы, которую впрямую мы не играли, но он ее принес на экран. Вот это предощущение и гибели и государства, и гибели в общем и близких, и разрушение вот будущего так сказать мира, страны. Вот это все Толя прекрасно понимал. Вот и только вместе искали как это выразить, чтобы это до людей дошло и чтобы они почувствовали. И он настолько ответственно к этой работе отнесся, я просто был поражен. Он и меня подстегивал все время быть в таком вот напряжении. Здорово, молодец. Здорово, желаю Ваше Братское Величество. Братское ! ! ! ! ! КОНЕЦ Вот то, что он сделал, то, что он сделал, я считаю безусловной удачей в этом фильме. А Ромашин, он сам говорил, а не только мне, считал, что это лучшая роль в его жизни. Я ему был благодарен за то, что он, во-первых, ее сделал, так сделал, а во-вторых, что он так считал. Кто-то сказал, а характер – это твоя судьба. Понимаете? Ну вот, может быть, та жизнь творческая, человеческая, которую прожил Толя, Анатолий, то это результат его характера. А как иначе? Веселость – это было очень ему присуще. Веселость и даже авантюризм какой-то, и даже какая-то вот бесшабашность, потом глубокая серьезность, скрупулезность, педантичность в работе, скажем. Потом пошли гулять и пошли в загул. Ну, нормальность, характер его. Сколько в банке? Я не советую вам играть. Почему? А то, что есть известная примета. Тот, кто отыгрывается и рискует на казенной, всегда проигрывает. Просто я вижу, что вы собираетесь отыграться. И сообщаю вам мудрое правило. Не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался. Он был артистом и в жизни тоже, потому что очень часто в каких-то ситуациях он начинал играть, он читал стихи, он великолепно пел, он великолепно двигался, он танцевал, уже будучи достаточно серьезным в возрасте, потому что он балетом занимался в молодости. Это был человек, который вот сто тысяч вольт, скажем так. Мечта, мир полон грез, но если честно, то моя мечта камин и кресло. Понравятся лучи, а мне зонты. Вы ищете любви, а я покоя. Мечта лишь псевдонимчик суеты, суеты. Людская блажь, безумие людское. Мечта дешевле в мире нет, ведь я. Мечта, покой, покой, мечта моя. Когда режиссер Иоанн Унгуряну предполагал снимать спектакль по пьесе Нора, я помню, что он со мной обсуждал проблему выбора главного героя. Он говорил, как это важно для него. Если бы это был, скажем, актер с отрицательным обаянием, или который бы изначально играл, что вот он такой монстр, что он боится, что он зависим, было бы страшно и неинтересно. А Толя такой обаятельный, такой располагающий, такой супермужчина. Мужчина. И это, конечно, Унгуряну пять с плюсом, что он именно этого актера выбрал на эту роль. Чудесно. Ощущать себя опять дома. Слышишь? Гости. Гости. Начинает расходиться, скоро все в доме стихнет. Знаешь, когда я бываю с тобой в обществе, знаешь, почему я так мало с тобой разговариваю? Держусь от тебя подальше, лишь укратко смотрю на тебя. Я представляю, что ты моя тайная любовь, что мы обручены с тобой тайно, и что даже никто не догадывается, что между нами есть что-то. Это страшно, приятно, когда мужчина остается мужчиной, сильным полом, когда он опекает женщину, оберегает. И когда он подает женщину, не старается сыграть так, чтобы ее, знаете, заслонить, не старается в кадре так расположиться, чтобы быть главенствующим. И я это чувствовала, я думаю, что и другие партнерши это чувствовали, и это было чрезвычайно приятно. Мне надо остаться одной, чтобы разобраться в себе самой и во всем прочем. Я уйду сейчас же. Вероятно, Кристина даст мне ночлег. Это безумие, Нар. Безумие. И кто тебе, в конце концов, позволит? Я запрещаю тебе. Тебя бесполезно запрещать мне, что бы то ни было. Я завтра же уеду в родной город. Там мне легче будет устроиться. Что оставить дом, семью, мужа, детей? Это возмутительно, Нора. И ты способна вот так пренебречь своими самыми священными обязанностями? У меня есть и другие, столь же священные. Какие? Обязанности перед самой собой. Это прежде всего жена и мать. В чем мы совпадали, скажем, и что мне было чрезвычайно в нем симпатично, я не понимаю, когда актерскую работу превращают в пытку. Я обожаю свою работу, и для меня эта работа – радость. Мне кажется, насколько я помню, мы абсолютно в этом сходились с Анатолием. Как-то все было очень непринужденно, весело, и творчество не было мучительным. Да, мне кажется, у него это на лице написано, что он так работает. Из этих записей вы не можете сделать никаких выводов. Ошибаетесь. И вот теперь я бы посоветовал вам активнее выразить ваши подлинные симпатии и решительно встать на сторону правопорядка. Тебя вербуют в шпионы. Я не понимаю вас. Сейчас я бы предложил вам сотрудничать с нами. Как вы смеете делать мне подобные предложения? Смею, Клим Иванович. Смею. Работа Толя Ромашева в этом спектакле «Жизнь Клима Сангина» просто выдающаяся. Набирал свой творческий и человеческий багаж очень мощно. Набирал, набирал с годами все это. И в его, так сказать, человеческую творческую копилку это укладывалось очень серьезно, очень сильно. Он вырос и превратился, так сказать, в общем, такого мощного такого человека и мощного такого актера. Ну что, прощупали вас жандармы, убедились в вашей политической девственности? Вас беспокоит моя репутация. Но я ни от кого и ни от чего не завишу. В отличие от вас, Степан Кутузов. Живете в пустоте, что ли? Моя жизнь мне дана вовсе не для того, чтобы решать, кто прав, кто виноват. На все вопросы Сангин в жизни есть только два ответа. Да или нет. Что там? На улице? Ленин приезжает. Тысячи идут встречать его. А, Ленин. Понятно, значит опять революция. Не хочу. Не хочу. Не желаю принимать во всем в этом никакого участия. Я порядочный человек. И имею право оставаться самим собой. Потом он ушел из театра. Я думаю, что он был очень... такой мощный внутри человек, желающий очень быть самостоятельным. Вот необходимость подчинения. Вот это его тяготило. И он хотел вставить, хотел играть, что-то иначе хотел. Где-то преподавать. И потом реализовал он и преподавал. Вел курсы во в ГИКе. И играл так. Он хотел играть в другом театре. У него было другое, несколько другое ощущение, понимание, так сказать, профессии, которой мы занимаемся. Опять же, повторяю, это делать только им честь. То есть, в купе все это, так сказать, одно другое накладывалось. И в результате он ушел. Каждый уход наших актеров, партнеров очень переживали. То, что с ними связано было много и театральных, помимо работы, но еще и человеческих отношений. Он не мог без театра быть, поэтому он... Ну, вот уйдя из нашего театра, он все-таки пришел в театр к Параханову, театр Луны, где была его жена Юлия. Поэтому, я думаю, что как одинаково без кино, так и без театра он не мог быть. Сергей Борисович Параханов, когда он узнал, что Толя мой муж, ему пришла такая идея, что не можешь ли ты передать, почитать роль. Он всю ночь читал. Потом утром пришел Сергей Борисович, и они договорились. Мы играли два спектакля вместе. Это Гумилева, отравленная Туника, и Фауст. Мне было поначалу, наверное, страшно. Для меня было очень важно его мнение, чтобы он не разочаровался. И, конечно, я переживала. Но Толя никогда не показывала, знаете, такого своего превосходства ни мне, ни другим молодым актерам. Потому что и в том, и в другом спектакле были заняты только молодые актеры. После того, как началась перестройка, я пошел в бизнес, а он остался артистом театра, кино. И, в принципе, это был не лучший период в его жизни, с материальной точки зрения. Я всегда предлагал ему какую-то помощь, очень деликатно. Потому что для Ромашина он был какой-то рыцарь в этом смысле. Но он игнорировал любые мои предложения. Не мог этот человек принять помощь. Ему можно было подать руку дружбой, но он не протягивал руки никогда. Несмотря на то, что ему было очень трудно. Меня пригласили сюда в качестве врача. Из письма я понял, что муж беспокоится о своей жене. Хочет выяснить состояние здоровья, при этом ее не беспокоит. Она отказывается идти к врачу. Нервы, видите ли. В письме был чек. Понятно. Прежде вы не были знакомы с этой семьей. Нет. В письме ссылались на одного из моих коллег. Для правдоподобия, конечно. Все думалось, ну, значит, казалось, Ромашка вечен. Вот, потому что никогда не думалось, что когда-то он уйдет из нашей жизни. Ну, все успеется еще. И поэтому он в смысле творчества, видите, в одной картине я его только успел занять. Ну, правда, в самой моей любимой. Я говорю любимой, потому что, ну, это картина, где мне не стыдно ни за один кадр. Называется она «Десять негритян». Там был звездный состав. И Ромашин, конечно, была одной из самых ярких звезд. Потрясающе он сыграл. Я сегодня спросил Роджерса, чем болела его хозяйка. И знаете, его ответ на многое пролил свет. Я не буду выдаваться в медицинские тонкости. Но при некоторых сердечных заболеваниях применяется такой препарат – амилонитрит. Когда случается приступ, разбивается ампула и дают подышать больному. И если это вовремя не сделать, может наступить смерть. Огромный соблазн. Не надо доставать мышьяк, не надо подсыпать его. Просто полное бездействие и нет человека. А если ты его знаешь, все равно ничего не сможешь доказать. Да на свете еще много преступлений, неподвластных законам. Мы с ним расстались ведь за несколько часов до его гибели в пионерлагере «Орленок». Жара под 40. Я, значит, моложе его. С трудом доплетаюсь до пляжа. Бултых в воду, потом лежу, опять в воду. И так существую. А он три часа в теннис, на жаре. А ведь ему вот-вот 70. Мы как раз, вот последнее по рюмочке мы выпили. Я улетал на час раньше. А он навстречу своей гибели на час позже. Мы возвращались из этого «Орленка» через Краснодар в Москву. На аэродром в Чкаловской мы прилетели. На военный аэродром. И пока вечер такой был, начало вечера, скажем так. Там разгружали наш большой самолет. Это такой рейс наш был, чартерный. И мы что-то с ним стоим. Мальчишка у него замечательный. Дима этот феноменальный. Сент-Экзюпери просто мальчик. И молодая, очаровательная жена Юлия. Она гоняется за этим мальчиком. Мальчиком на крыле уже самолета там и так далее, значит. И он мне говорит такую фразу. Ты знаешь, говорит, вот сейчас я в таком состоянии, когда мне теперь хочется жить. Долго-долго. Меня замкнуло, значит. И я рад был за него. И поехали в Москву. И на следующий день случилось это несчастье. Нелепая смерть совершенно. Гибель. Мне позвонили по мобильному. И такой, я узнал о его смерти. Это ужасно просто. Представляете, вот как какой-то гудок, пронзительный крик Юли. Она кричала, она мне ничего не сказала. Это был ее крик просто. Это женщина, она перенесла страшную горьбу. Еще не перенесла. Она с ним живет и долго еще будет жить. Несмотря на то, что она молодая. Это был вопль страшный. И когда мы прощались с Толей, мы сказали, Толь, ну зачем тебе было это нужно, это дерево? Ну зачем? Ромашин. Анатолий Владимирович. Актер. Родился в 1931 году. Снимался в фильмах. На семи метрах. Агония. Неоконченная пьеса для механического пианино. Фотографии на стене. Сцены из семейной жизни. Рецепт ее молодости. Успех. Борис Годунов. Десять негритят. Желание любви. И других. Играл в спектаклях. Гамлет. Бег. Жизнь Клима Семгина. Нора. Беседа с Сократом. Дети Ванюшина. И других. Трагически погиб в 2000 году. Когда все случилось, я абсолютно точно знала, что Толь должен быть дома. Меня многие спрашивали, зачем. Ну как-то вот сейчас это, к сожалению, не принято. И мы Толя привезли домой. И мне было очень важно, чтобы Дима попрощался с папой. Я знаю, что Толя в этот момент он был здесь, рядом с нами. Я вот очень искренне верю. И это нужно было ему, наверное, в первую очередь. И вот я вышла с Димой на улицу. И им сказалось, что папы нет. И он спросил, а кто нас теперь будет защищать? А Дима, да, он помнит Толя и скучает. Спрашивает, а папа так делал? Или говорит, а можно я буду ходить в халате, как папа ходила? То есть он очень хорошо его помнит. Ну, вы знаете, мне кажется, когда он вырастет и будет способен понять, каким человеком был его отец, то есть ему еще встреча с отцом предстоит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok